всем привет с вами темный ниндзя и лангрессер мобайл так у нас с вами сегодня вторая часть сюжета повести о снежном нефрите поехали посетители просьба не баловаться библиотеки они то я разорюсь мы не балуемся ищем важную информацию важную информацию какую же вот это же дракония чешуйка о вы знаете что этот мисс мариэль выгляди знакомые должно быть я где-то такое уже видела посмотрим удастся ли мне найти подобное описание вот дракония омываемые великой рекой времени живут легендарные дракония как я и предполагал это чешуйка один в один совпадает стойка что в книге получает от фанатик подарков по имени рената и правда является родственницей дракония на из древних текстов здесь также написано следующее драконы нередко украшали пещеры сокровищами собранными со всего света скорее всего эту же черту в какой-то мере разделяли и дракония не вот оно что похоже из-за этой необычной привычки она втайне носят все подарки с собой может она видит в чужих подарках предметы для своей коллекции и она коварно подменила подарки на всякую ерунду чтобы никто не заметил марината могу ли я поинтересоваться мистиарис а были ли у этого фанатика подарков какие-то еще отличительные черты хвост рога и крылья а еще она нарядилась в костюм девушки с подарками я понял на рынке для подарков я слышал как крестьяне говорили о девушке в странном костюме бродившие возле пещеры дракона они приняли ее за дочь дракона похоже она и есть фанатик подарков значит она прячет подарки в пещере дракона ясно я немедленно отправляюсь туда погодите-ка убежала теорис может и выглядеть молодым но ее рвению может позавидовать любая героиня надеюсь она не попадет в беду и останется без помощи на рената я как будто бы уже где-то слышал это имя хорошо что я успел добраться до наступления темноты но где же мне ее искать или же она объявится только с наступлением темноты это подарки которые рената обменяла на этот раз да я слышала что ее заметили в следующий раз ей нужно действовать осторожнее какие-то необычные приземленные ничего не стоящий безделушки да это обычный мусор нет смысла их возвращать и открывать по очереди как будто так и нужно наберись терпения с вами только так мы сумеем понять что дарит люди во время вручения подарков к тому же если мы незаметно обменяем подарки на что-нибудь получше получившие их люди обрадуются верно постойте что это у вас в руках неужели это украденные подарки вы что действуете вместе с фанатиком подарков и в смысле украли не смея обвинять меня в такой в таких делах я думаю сейчас не время с ней спорить мы так долго к этому готовились нельзя допустить ошибку да верно в таком случае снеговик помоги нам ее задержать и снова бедный теорис биться с вражинкой проклятие они еще и снежного моста призвали это точно какой-то заговор наша задача убить трех снеговичков ой снеговик проиграл уходим они так быстро убегают да они точно что-то замышляют стойте остановитесь скажите зачем вы сюда пришли в принципе уровень абсолютно не сложный так же как и первый это почему-то помещение такое странное может мне стоит вернуться за подмогой но уж нет мне нужно поскорее их поймать и забрать подарки будет плохо если они ускользнут да здесь же горы подарков украденных угрожан объединились значит вот уж не думала что ты поспроследишь за мной до сюда фанатик подарков повторяю никакой я не фанатик кроме того по традиции меня нужно назвать девушкой с подарками разве нет но ты не девушка с подарками ты гадкая девчонка которая крадет и портит чужие подарки о чем ты говоришь кстати раз уж вы обнаружили что мы подменили подарки как вам нравится нравится о точно я так и знала люди должны быть были просто вне себе от радости когда увидели наши подарки ну как можно устоять перед рок-н-роллиным скелетом поющим слаймом кричащим будильником дьявольским яблоком или демонической соковыжималкой например когда я заметила кулинарную книгу эль сали когда я заменил кулинарную книгу эль сали на безбожно острый рецепт пирога настоящую библию демонической кулинарии леди флоренция так обрадовалась что тут же отправилась в эпическое кафе чтобы ее опробовать ой цубаны ты вручил ей подарок так рано если у меня появляется какая-нибудь хорошая вещь я сразу же несу ее госпожи получается она обрадовалась безбожно острому рецепту пирога прекрасно я так счастлива после того как госпожа испекла имбирного человечка она ненадолго отошла а когда вернулась его уже кто-то съел похоже угощение удалось на славу у леди флоренция такая прекрасная улыбка я не думаю что дело было в этом как бы то ни было эти подарки нужно немедленно вернуть если люди откроют подарки полные всякой странных предметов все очень расстроятся и день подарков будет испортен все людские подарки такие обычные и скучные вот мы и решили обменять их на что-то более интересное из-за чего тут расстраиваться все совсем не так Рената права госпожа ведь обрадовалась когда я подарил ей книгу рецептов ты очень хорошо ее знаешь да ну я ведь правая рука госпожи то есть вы подменили подарки чтобы всех удивить но вы же не знаете ни дарителя ни желания получателя подарка такие бездомные перемены приводят к тому что вся любовь и внимание вложенные в подарок попросту пропадут и никакого сюрприза не будет это правда да из-за этого вы не только расстроите получателя подарка но также и того кто этот подарок выбирал такие действия недопустимы суть дня подарков не в том чтобы подарить лучший подарок ох похоже на самом деле все не совсем так как было написано в книге если я хочу лучше разобраться в традициях людей возможно мне придется приложить побольше усилий так что будем делать теперь ну в текущей ситуации давайте сперва вернем эти подарки вот такой вот у нас получился уровень надеюсь было интересно но с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока пока